Безопасность наших электронных данных во время развития информационных технологий штука важная, как ни крути. Особенно в смартфоне, где их просто кладезь, начинают пароли соцсетей, заканчивая банковскими данными. Установив мобильный банкинг, мы часто беспокоимся о сохранности наших денег на счетах. И это верно, мошенников и хакеров сейчас полно. Если в этих словах вы узнали себя, то у меня для вас есть хорошие новости. Не знаю, как там в других странах, но в Украине интернет и мобильный банкинг защищен и более чем безопасен. Если же у вас украли или могут украсть смартфон, то побеспокоиться стоит лишь о личных данных, не касающихся финансов. Но я все же попробовала стать коварным воришкой, чтобы проверить работу своего банкинга на примере Privat24. Итак, предположим, у вас вытянули из кармана или сумки телефон. Злоумышленник каким-то чудом его разблокировал. То есть вы понимаете, да? Случайно подобрал пароль или пин. Да, отпечаток тоже в общем можно поделать. Снять его с бокала где-то в ресторане, например. Ну а как мне кажется, такие изощрения присущи не обычным карманным ворам, а людям посерьезнее. Вы только представьте, вас нужно выследить, потом забрать отпечаток, затем украсть телефон. Вся эта история заканчивается тут же, когда вы удаленно блокируете смартфон или просто звоните в банк с другого номера и то же самое проделываете с банковской картой. Оно того не стоит. Так вот, разблокировал воришка, значит, наш смартфон по пин-коду. И думает, ага, сейчас-ка я сниму несколько тысяч с банковской карты этого неудачника. Но это в том случае, если вы не бедный студент. Ну, все равно, пара-тройка сотен лишними никогда не бывают. Наш воришка заходит в приложение Privat24. Тут ему предлагается ввести специфический пароль от входа. Или разблокировать его по отпечатку пальца. Пароль он подберет вряд ли, потому что при его создании требуется подобрать определенное количество цифр и определенное количество символов. При неоднократных попытках ввода некорректного пароля приложение заблокируется. Короче, это Unreal. Идем дальше. Отпечаток. Если его сняли, то тут да, дела плохи. Мы в дерьме. Мы в дерьме. Но помним, что здесь требуется подготовка уровня шпионских фильмов. И с таким реально столкнуться сложно. Как и простой смертный, мошенник может добавить уже свой отпечаток в настройках смартфона. Но и этот момент я проверила. При добавлении срабатывает система безопасности интернет-банкинга. Приложение видит изменения, уведомляет вас о том, что все не так просто, и запрашивает для входа именно тот самый пароль. При попытке изменить пароль в приложении потребуется сначала подтвердить действие через звонок на финансовый номер. Собственно, на вашу симку, которая привязана к картам. И тут, если вы успели заблокировать карту через оператора мобильной связи, то дела для нашего воришки плохи. А если же нет, он в конце концов все равно столкнется с контрольным выстрелом в голову. Пин-кодом банковской карты, который знаете только вы. Все, вы неуязвимы. С приложением МОНО все еще проще. Ну или сложнее, смотря с чьей стороны глазеть. При входе запрашивается отпечаток пальца, добавление которого приводит к одному единому варианту. Вводу пин-кода банковской карты. А это уже снова-таки неизвестно никому, кроме вас. В общем, вы поняли, приложение банков не так просто обойти. Над ними работают серьезные программисты и там куча степеней защиты. Шах и мат-аферисты. Но тут начинается самое интересное. Если в лоб не получается, то появляются очень изощренные способы украсть деньги с вашего смартфона, по-тихому так сказать. Самое простое это скрытая оплата каких-то неизвестных для вас услуг. Например, распространенный вирус Android SMS Send. Попав на ваш телефон, он может отправлять SMS на короткие номера для подключения интерактивных услуг, о существовании которых вы даже не догадываетесь. Деньги списываются с вашего мобильного счета. При этом вам на телефон приходят SMS-ки с подтверждением, но они не всегда читаются. Уделяйте этому внимание и всегда проверяйте все SMS. Может вам удастся пресечь подозрительные действия в процессе их осуществления. Главное, о чем стоит помнить в эти моменты, не отвечайте на подозрительные SMS и ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в них. Если же вы думаете, что смартфоны на андроиде всегда смогут уберечь вас от вирусов, то это не так. Антивирусы это хорошо, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Различные мошенники могут номинально числиться партнерами операторов сотовой связи, что усложняет процесс восстановления правосудия. А касательно самих антивирусов, то тут тоже палка о двух концах. Устанавливайте только самые проверенные и известные, пусть даже они будут платными. Возможно, вам удастся сэкономить в разы больше. Некоторые программы, именуемые антивирусами, сами являются их главной добычей. Ничем иначе, как вирусами, которые могут гулять по вашему смартфону 24 на 7 и потихонечку, пока вы не видите, добывать деньги с ваших счетов. Посылай непонятные смс-ки на короткие номера, как я уже говорила раньше. Некоторые приложения содержат внутри себя кнопку, нажатие на которую якобы обновляет программу. А в действительности она подписывает человека на платные услуги. Такая технология вообще списывает деньги с вашего счета напрямую, без любых уведомлений, которые могли бы вызвать подозрения. Это может быть какой-то банальный калькулятор, фонарик, программа для редактирования фото, для сканирования QR-кода и тому подобное. Ну и не забываем про мошенников, которые встречают вас на улице и просят позвонить, либо отправить родным смс-ку. С виду оно вроде бы все так и выглядит. Но может быть и такое, что с вашего номера отправят эту же смс-ку совсем не тому собеседнику и не с той целью, о которой было сказано. И тогда с вашего счета может пропасть кругленькая сумма в ту же минуту. Лучше воздержитесь от такой благодетельности. Из этого можно сделать следующие выводы. Прежде всего, это очевидно. Подбирайте всегда сложные пароли и делайте их разными для каждого сервиса и аккаунта. Если боитесь, что все позабываете, просто не поленитесь однажды выписать все пароли в одном файле или заметке. Но при этом указывайте по одной лишней буквы или какую-то убирайте. Кто подсмотрит, не сможет воспользоваться, а вы будете знать, что нужно убрать или добавить пару букв, и пароль подойдет. Ну, это так, на вскидку, у вас может быть свой вариант. И что важно, никогда не оставляйте пин-код от карты на листочке в чехле, в кошельке или в каких-то заметках на смартфоне. Уделите время тому, чтобы его выучить. Никогда не предоставляйте информацию о своих картах третьим лицам, даже если вам кажется, что это банк или еще какое-то надежное лицо. Сотрудник банка никогда не спрашивает у клиента его пин. Это то, что из набора Капитана очевидность, но все равно самое популярное, когда начинают разбираться, куда пропали деньги. А вот неочевидно, это установка левых приложений через АПК-файлы. Они могут запрашивать у вас разрешение на доступ к вашим данным на смартфоне. Бывает, что какое-то приложение Фонарик, скачанное с ноунейм сайта, запрашивает доступ к куче системных настроек. Вы не глядя соглашаетесь, и потом оно по чуть-чуть тянет деньги с карты через разные мелкие и незаметные махинации. С этим лучше не играться. Будьте также бдительны при переходах на различные сайты и всегда обращайте пристальное внимание на адресную строку. Незначительные изменения в электронном адресе могут привести на абсолютно другой сайт. Максимально осторожным стоит быть и со сокращенными ссылками. В случае кражи или утери смартфона постарайтесь заблокировать аккаунты Google на Андроиде или iCloud на iOS. Такая функция, как администратор устройства, позволяет удаленно блокировать смартфон на Андроиде и стирать с него все данные. А блокировка активации поможет в случае с iPhone. Но если вы подберете надежный пароль для первоначальной разблокировки смартфона, то у воришки больше ничего не останется сделать, как сбросить гаджет до заводских настроек. Хотя перепрошивка украденного iPhone, защищенного блокировкой активации, не имеет никакого смысла. iTunes попросту не даст восстановить устройство обычным методом. Активировать его не удастся все равно. Экран с требованием ввести адрес электронной почты и пароль нельзя будет обойти. Так что при краже вашего смартфона с установленной защитой вам грозит только потеря самого девайса, который впоследствии может пойти куда-то на запчасти. С должным подходом ваши личные данные, а тем более банковские, будут под надежной защитой. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Смотрите другие наши видео, где я рассказываю о 10 лайфхаках YouTube, о которых вы могли не знать. И актуальный на сегодня ролик с информацией о торговой войне США и Китая. Пока!